Есть такой сервис Wordstat. Если у кого-то из вас уже был опыт открытия интернет-магазина или интернет-продвижения, то я думаю, что вы слышали про этот сервис. Если вы впервые вообще сталкиваетесь с темой интернет-торговли и еще для себя даже не решили, точно ли вы планируете открывать интернет-магазин, возможно, для вас этот сервис будет новенький. Это сервис Wordstat.yandex.ru. Что это такое? Этот сервис анализирует, сколько людей искали по тому или иному запросу. В нашем случае это тот или иной товар, сколько людей искало в интернете, например, за предыдущий месяц. Если вы хотите узнать, насколько целесообразно продавать тот товар, который вы выбрали для своего интернет-магазина, то этот сервис, несомненно, вам в помощь. Что нужно делать? Заходите по ссылке в Wordstat.yandex.ru. Дальше. Вбивайте туда название товара, который планируете продавать. Дальше. Вбивайте регион, по которому вы планируете продавать. Почему я говорю не регион, в котором вы живете, а регион, по которому вы планируете продавать? Дело в том, что вы можете жить в каком-нибудь маленьком городке с населением 5000 человек и средней заработной платой 6000 рублей. Ну, возможно, кто-то из вас реально живет в таком городке маленьком. Ну, неинтересно вам продавать по своему городу. Ну, вы там ничего не заработаете, потому что у вас, в принципе, очень маленький отваг. Но интернет-бизнес позволяет вам спокойно работать, ну, позволяет вам абсолютно спокойно работать в любом другом регионе. Есть такие системы работы, как дропшиппинг, например. Мы об этом чуть-чуть попозже поговорим, но дропшиппинг подразумевает, что возможно вполне продавать, живя в одном городе, продавать товары на другой город. Понимаете, да, о чем я? То есть вы можете выбрать любой более-менее крупный регион, который рядом с вами находится, даже если вы живете в маленьком городке. И анализировать вы будете именно тот регион, в котором вы будете продавать. И к тому же, кто-то из вас, может быть, живет в Европе или в Америке. Если есть такие, поставьте, пожалуйста, единички. Если есть те, кто живет в Европе или в Америке. Просто, чтобы я видела, а то я с вами не познакомилась, сразу же перешла к делу. Хотелось бы видеть, есть ли вы среди вас те, кто живет в Европе или в Америке. Вот, если среди вас есть такие, да, я сейчас вы поставите, да, вижу. То вы, скорее всего, если хотите открыть интернет-магазин, будете жить там, а работать, например, по Москве или по Санкт-Петербургу. Ну, это у нас абсолютно нормально, я чуть попозже вам даже примеры подобные покажу. Так вот, вы выбираете, еще раз давайте повторим с вами, заходите по ссылке в WhatsApp.yandex.ru, вбиваете название товара, который хотите продавать, максимально точно его называйте, например, название товара плюс указание бренда, или название какой-то конкретной категории товаров, чтобы это было не просто одежду вы ищите, а вы анализируете, например, черные вещи.